Шаль бактус узором звездочки на мамочкином канале. Уже приличное время назад у меня были записаны видео уроки по вязанию узором звездочки. Показывала как вязать узором звездочки поворотными рядами. Можно было связать палантин например или шарф. Также как вязать узором звездочки по кругу. При этом как делать убавки, которые используются для вязания шапочки. Записывала один урок, как примерно можно рассчитать убавки при вязании шапочки узором звездочки. И вот пришло время записать видео урок, как вязать шаль или бактус узором звездочки. То есть его мы вяжем от угла в сторону расширения. Вязать от угла самое удобное. То есть мы сразу видим угол расширения. Все-таки он должен быть не очень острым, иначе у нас высота шали уже будет огромной. А ширины все еще не хватает, чтобы как-то в нее закутаться. Поэтому этот угол он должен быть какой-то определенный. Хотя бы 90 градусов или чуть больше. Данную шаль я связала из пряжи ангора рам. 500 метров в 100 граммах. Это 40% мохера и 60% акрила. Фирма Янарт турецкая. Вот я бы рекомендовала похожего метража пряжу. Например, мохер деликат. Тоже мохер с акрилом. В принципе, можно взять и ангора голд. Там побольше акрила, просто поменьше мохера. Есть ангора голд симли. Это с люрексом пряжа. Нужно только уточнить, колется этот люрекс или нет в этой пряже. В принципе, можно и более тонкую пряжу взять. Просто попробовать на образце связать разные по толщине элементы звездочки. Я об этом расскажу в мастер-классе. И вот я связала вот такую шаль. Для ориентира я ее положила на свою шаль виноградная лоза. Ее размеры метр пятьдесят по ширине и шестьдесят пять сантиметров в высоту. Вот эту белую шаль я связала в подарок. Попросили ее связать небольшую. Поэтому она у меня метр двадцать пять в ширину и пятьдесят пять сантиметров в высоту. Обвязочка соломонов узел. Очень хорошо подходит она к этой шали-звездочке. Очень нежная получилась шаль. Очень красивый узор. Главное, что эта шаль практически невесомая. Вот данная шаль, на нее ушло девяносто пять всего грамм. Если бы я вязала ее полтора метра в ширину, то ушло бы 110-120 грамм примерно той пряжи, вот которой вязала я того метража. И получается вот такая красота и нежность. По данному мастер-классу можно вязать шаль такую, как я связала нежную, или по желанию более плотным узором. Вот я покажу сейчас вам два образца. Нежный и более плотный. Вяжутся они одинаково. Все зависит от количества накидов. В плотном варианте я в мастер-классе буду показывать, что я делаю два раза накид-вытягивание, накид-вытягивание. Для вязания более легкого варианта нужно делать один раз накид-вытягивание и потом уже закрепление. Вы сейчас поймете в мастер-классе, о чем я говорю, но вот пышность зависит от того, насколько пышные или тоненькие вот эти элементы звездочек. Во втором варианте, в нежном, элементы эти потоньше. Шаль, которую вязала я, она связана с одним накидом и одним вытягиванием. Хотя в мастер-классе я буду показывать, как я вяжу образец с двумя накидами и двумя вытягиванием. Но, как я уже сказала, разницы в вязании совершенно никакой нет, кроме вот этих вот количества накидов и вытягиваний. Поэтому выбирайте свою шаль, вяжите ее, наслаждайтесь. Итак, начнем. Вот у ангоры рам вот такая ниточка. Не очень тоненькая, но такая пушистая. Вязать я буду достаточно большим крючком для такой толщины пряжи. Это 3,5 гаммовский крючок у меня, чтобы удобно было провязывать вот эти звездочки. Я, как и в предыдущих видео уроках по узору звездочки, решила вот так вот рисовать. Потому что это оказалось очень удобным способом объяснения с моей стороны и понимания с вашей стороны. Поэтому я тут немножко набросала и буду обводить и говорить, что мы вяжем. Начинаем мы вязать вот с этого нижнего треугольничка. Мы должны связать 3 пышных столбика и замкнуть их в кольцо. Вяжем. Делаем первую петельку. Вторую. На самом деле можно еще сделать третью петельку. Вязать мы будем в среднюю, во вторую петлю от крючка. Вытягиваем петлю той высоты, какой мы хотим, чтобы были вот эти вот лучи нашей звездочки. Вот у меня примерно около 2 сантиметров. Вытягиваем. Делаем накид. Кто вязал узором звездочки, тот в принципе эту систему провязывания знает. Но я все-таки записываю. Накид во вторую из провязанных петелек, вкалываем и вытягиваем ниточку опять же до высоты первой вытянутой петли. Здесь я буду вязать с двумя накидами звезды. И опять накид, и опять вкалываем в эту же петельку, и опять вытаскиваем длинную. И осталось только его провязать. Провязываем так, придерживаем этой рукой ниточку, протаскиваем сквозь все петли, потом вводим крючок вот в эту образовавшуюся петлю, которую мы держали, вытягиваем из нее ниточку, и потом провязываем вместе. Вот такая получается шишечка. Дальше делаем одну воздушную. Вяжем, это вот мы связали один такой элемент, вяжем второй и третий. Опять вытягиваем ниточку, делаем накид, и вкалываем не в воздушную петлю, а вот тут ниже, когда мы провязывали все эти петли вместе. Вкалываем, под местом вкалывания все наши ниточки, которые мы провязывали вместе. Вкалываем, вытаскиваем петельку, опять накид, туда же вкалываем, вытаскиваем петельку, и опять провязываем. Накид, придерживаем ниточку, протаскиваем через все петельки, потом вдеваем в придерживаемую петельку, вытягиваем нить и провязываем, как будто столбик без накида. Вот сюда и будем вкалывать, когда будем вязать следующий элемент. Одна воздушная. Вытягиваем опять петлю, накид, вот туда, куда я говорила, как столбик без накида, где провязан. Вытаскиваем, накид, вкалываем, вытаскиваем, выравниваем все ниточки, чтобы были одного размера, и опять придерживая, провязываем, вкалываем ту, которую придерживали, вытаскиваем, провязываем. Здесь вот воздушную мы обычно вяжем, но сейчас мы не будем вязать, потому что мы все эти три элемента будем соединять в кольцо. И вот здесь можно, в принципе, в последнюю петельку, но чтобы там было как закрепление, вот в ту петлю, в которую мы провязывали первые элементы, вот туда вкалываем и прикрепляемся соединительной петелькой. Упс, все. Теперь делаем вот этот элемент. Вот у нас треугольничек, он у нас так вот сейчас перевернется, хвостик будет вот на этой стороне, вот здесь будет хвостик. Ну, пока мне удобнее вот так вот вязать первый элемент, во всяком случае. Вытягиваем опять ниточку, накид, вкалываем вместо соединения, вытаскиваем петлю. Стараемся одинаково вытаскивать. Накид, вкалываем вместо соединения, вытаскиваем. Накид провязываем. Водна воздушная. Сейчас буду вязать вот этот элемент. Вместе с этим. То есть вот такой треугольничек, чтобы у нас в итоге образовался. Сейчас мы связали элемент, который у нас был наклонен. Вот так вот мы связали. Сейчас будем этот с этим провязывать вместе, с одной вершиной. Берем пока что так, как нам удобно, чтобы хвостик на этой стороне был. Вытягиваем ниточку. Вяжем опять два наших накида и два вытягивания. И потом, не провязывая, поворачиваем так, чтобы хвостик оказался вот с этой, с правой стороны. Потому что мы вяжем вот тот ряд. В таком направлении. И мы должны вот этот элемент, я сейчас вот этот вытянула, и должны провязать второй в основании основания вот этого элемента, который у нас в бок уводил. То есть вот сюда, в основании. Опять делаем накид. Здесь вот самый, наверное, сложный момент, чтобы вытягивать их все-таки такими же, как мы делали до этого. Желательно ни больше, ни меньше. Два накида, два вытягивания. И теперь уже провязываем с одной вершиной все эти петельки. И закрепляем. Воздушные. Вот у нас получился треугольничек внизу. И вот здесь. Чик-чик-чик. Раз-раз-раз. Дальше, кто вязал узором звездочки по моим урокам, уже помнит, что вот такие элементы мы будем провязывать, которые скреплены одной вершиной. Здесь было два элемента с одной вершиной. Здесь будет три. Делаем первый. Вытягиваем, как обычно. Два накида, два вытягивания. Не довязываем до конца. Дальше делаем вот этот. Получается, в основании вот этого бокового треугольничка. Вот сюда. Вот сюда. Накид. Опять вытягиваем до нужного размера. Вытягиваем. И теперь вот этот вяжем. Получается вот сюда. Через вот этот элемент. Вот сюда. Вот эта точка. Накид. Вкалываем. Вытягиваем. Накид. Вытягиваем. И теперь провязываем все три элемента вместе. Возможно, нужно будет приноровиться к вязанию. Закрепляем воздушное. Вот она. Раз, два, три. И теперь два элемента окончательных, которые у нас всегда будут провязываться в конце ряда, тоже с одной вершиной. Первый элемент вяжем. А второй элемент туда же, куда мы и сейчас вязали последний элемент. Вот мы вот этот провязывали. Вот он был. Раз, два, три. Вот последний. Вот сюда же вяжем второй элемент. И провязываем их вместе опять. Провязываем, закрепляем. Вот такое начало. Сначала, кажется, может, немного несуразно, но потом пойдет все хорошо. Теперь мы вяжем вот туда. В принципе, начало ряда всегда одинаковое. Вот эти три у нас были провязаны. И здесь сначала вот этот, потом этот и этот. Вяжем подъемный один элемент. Мы хоть вяжем сейчас в другом направлении, но первый подъемный мы вяжем пока на той же стороне. Провязываем, закрепляем воздушный. Дальше два элемента вяжутся вместе. Вот этот и вот этот. Вот этот сначала. Вытягиваем, накид, вытягиваем. И вот пришло время сейчас только поворачивать направление вязания. И вяжем в основание первого подъемного элемента. Вот основание. Накид. И вот туда. Вытягиваем. Вытягиваем. Провязываем два элемента вместе. Воздушный закрепляем. Все, связали. Это такой же треугольничек, как у нас был вот здесь. В начале ряда. Теперь он вот здесь в начале ряда. И дальше идут вот эти вот элементы. По три. Вот три. Свяжем его. Один элемент связали. Это вот этот. Теперь вот этот вяжем. Вяжем в основание предыдущих. Вот сюда. В уголочек как бы. Вот этот элемент вяжем. Получается, в следующую точечку. После провязанной. Вот она. И провязываем все три вместе. Воздушная. Следующий такой же элемент. Пока не закончится предыдущий ряд. Мы это делаем. Вот предыдущий ряд еще есть, поэтому делаем. Вытягиваем. Вытягиваем. Раз. Два. Потом сразу в основание предыдущей части звездочки. Раз. Два. И в следующую точку. После провязанной. Раз. Два. Провязываем все три элемента. Провязываем и закрепляем. Еще будет один элемент. Потому что ряд еще не закончился. Один элемент такой наклоненный предыдущего ряда еще есть. Поэтому вяжем дальше тройку элементов. Вытянули один. Вот так у нас ряд. Фиксируйте, где у вас ряд идет. И вот это вот нижний ряд. Мы связали наклоненный элемент. Теперь вот угловой. И который вертикально стоит. Вот это сюда вяжется угловой. И теперь в следующую точку после этой. Вот тут она получается. Найти только дырочку, куда вкалывать. Потому что мы тут перекручивали крайний. И вяжем. Так как удобнее. Вот так как-нибудь. Третий вертикальный элемент. И провязываем все вместе. И закрепляем. Воздушная. Так. И вот видно, что здесь не хватает вот такого уголочка, чтобы завершить этот ряд. Этот уголочек, вот он, состоит из двух пышных с одной вершиной. Вот как здесь было в конце ряда. Мы провязывали после вот этих вот троечек два пышных с одной вершиной. И здесь тоже провязали после этих троечек два пышных с одной вершиной. Вяжем один пышный. И второй в основании предыдущих провязанных. Вот сюда. Вытягиваем. Вытягиваем. И провязываем два вместе. И закрепляем. И получилась вот такая картина. Начало ряда у нас такое менее острое всегда, чем конец. Но начало ряда всегда одинаковое с началом. Конец ряда всегда одинаковый с концом. То есть вот начало ряда. И вот здесь оно. А вот конец ряда. С одной вершиной два элемента. Итак, теперь идем в ту сторону. Это последний ряд, который я буду показывать. Остальное все вяжется аналогично. То есть тут мы начинаем элемент вязать, который в бок немножко нас уводит. Его вяжем как обычный, одинокий элемент. Два накида, два вытягивания. Провязываем. И закрепляем воздушный. Дальше мы вяжем вот этот вот элемент. Но сначала вот эту. Пока никуда не переворачиваем на другую сторону. Так удобнее вязать. Так, связали. Вот теперь уголочек внизу у нас. Переворачиваем так, чтобы хвостик был уже на этой стороне. И вяжем вот этот элемент. И потом стягиваем одной вершиной. Этот элемент это у нас в основании первого вот этого элемента. В основании. Два. И провязываем два элемента вместе, только придерживаем. Провязываем воздушные. И дальше пошли, вот это мы связали этот треугольничек, который у нас тут выделяется. И дальше пошли вязать тройки. Горизонтальный элемент, угловой элемент, вертикальный элемент с одной вершиной. Горизонтальный элемент. Второй накид. Угловой элемент в основании вот этого вертикального предыдущего. И вертикальный элемент. Следующую точечку получается после провязанной. Все три стягиваем, провязываем, закрепляем воздушной. Вот он. Дальше такой же. С одной вершиной. Итак, вяжем горизонтальный элемент тройки, потом угловой. И вертикальный в следующую точечку. Тягиваем, провязываем, закрепляем. И вот так получается еще вяжем. Один. Два. Три. Три элемента сейчас я провяжу. На этой получается горизонтальной петельки. На этой. И вот на той, которая у нас тут в уголочке. Три свяжу. И потом покажу уже этот. Итак, связала я эти троечки. И осталось связать вот этот угловой. То есть, горизонтальный элемент и угловой элемент с одной вершиной. Ряд, как вы видите, уже закончился из вот этих вот элементов, на которых мы основывались. То есть, сейчас просто довязываем уголок. Это у нас горизонтальный элемент. И осталось провязать вертикальный вот сюда. Вот сюда. Как-то у меня не очень хорошо натянулись ниточки. Но надеюсь, что все расправится. Когда мы постираем, натянем шаль, как нам нужно. Воздушная. Ну, или нужно просто перевязать вот этот, который, если вам что-то не нравится здесь в каком-то элементе, то можно перевязать. Вот здесь у меня, например, какие-то ниточки уж совсем выбились из рисунка. Лучше распустить и перевязать. Ну, вот. И вяжите дальше вот по этой описанной системе. Потом, когда мы свяжем уже целиком нашу шаль, то мы стираем. Я, как обычно, жамкаю это в водичке такой прохладной, с мыльцем, потом полощу. Иногда я это делаю даже просто в раковине, чтобы не очень растягивалось изделие. Но вот с этой шалью, мне кажется, что ничего страшного, если она вот потянется и примет какую-то свою форму такую растянутую, звездочки растянутся. Но все равно лучше щадящий, конечно. И сушить потом, разложив на ровной поверхности, и можно даже зафиксировать. Вот называется блокировка шали. То есть, когда вы ее сушите, вы ее блокируете, прикрепляете иголочками, например, к какой-то ровной поверхности. Кто-то сушит шали, я видела в интернете, например, на ковре. У кого на стене или на полу есть ковер чистый, то вот на нем можно растянуть, и вот так заколоть и дать высохнуть шали. У кого-то, например, диван, которому можно иголочками приколоть. Например, диван разложить и иголочками приколоть. Эту шаль, и пускай она сохнет в таком состоянии, натянутом по тем размерам, которые вам нужны. Если вы хотите сделать еще обвязочку, то перед тем, как ее стирать и натягивать, свяжем обвязку. В следующем видеоуроке я буду показывать, как обвязать такую шаль узором соломонов узел. Такой воздушный узор, очень красивый. Таким узором можно обвязать не только эту шаль, но и любую другую. Если вы считаете, что узор на шале гармонирует вот с этим узором соломонов узел, то вполне можно обвязать и другую шаль. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Ссылочка на полный плейлист по этой шале. Основа и обвязка будет, как обычно, в описании под видео на YouTube. Пока!